итак семая ктулку ребятишки вы значит топали в брумхилл собственно говоря давайте этим продолжать заниматься точность волки доебутся да ну да давай практически из двух ударов мы сейчас волка кстати я убиваем по сути да там у него там совсем чуть хп оставил остается так что по сути с двух ударов мы делаем дело и это круто ледник какой-то там еще есть офигеть кстати как-то у леднику попасть сидел узнают то вроде бы никакой просто дорожки не видно это надо как-то через какие-то девыри походу пробираться такая то брумхилл да это понимаю а брумхилл короче ебанули да а я это помню я кстати даже когда проходил прошлые разы вот а когда в детстве еще совсем до в юности играл то я помню я сюда приходил да и этот лагерь гробов помню так 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 кролика трогать не на не будем до с него этот мочевой пузырь и интересно так сказать ой такой такие-то ледниковые лорки блин это не грома это орки я не знаю все крутые а мы вроде такие же да что-то типа того же гроба короче говоря так что не страшно сначала качкану узнаете его пошел в атаку я даже не знаю что за соперник и насколько он крутой да и сколько здесь раз различных дал какие громы гномы орки да там здесь только их вроде бы как нету насколько я понял пишите по как у каждого то свои какие-то мотивы они там как-то друг с другом борются там да и за каких-то причин это вымораживает ну пиздец нахуй дебилизм реально тут это придумал убрать серьезно ну ребят я все понимаю на такой-то пиздец на нахуя было это делать то что эти выщики холд и хера так быстро бегают дают это ведь начинает постоянно съебываться но как бы правильно да это правильная стратегия действий для для этих ребят я не спорю но плите на реально вымораживает серьезно так все телепорт ползучник помыта пахеровое растение мы уже такое находили так вот еще тут братья шашечка дохленькие у него было 200 золотых кстати уже так бабу начали до собирать что часто раскроем даже и торговаться на ранее надо будет будем чисто просто бабки собирать да и все так призвать скорпиона но мы твои вряд ли как сможем воспользоваться что-то школа воды вообще без обидно тут столько классно заклинание езда но очень много из них ты никогда не изучишь получается потому что ну всю магию то никак не выучишь разве что если ты будешь наверно только мага качает да то есть не будешь совершенно качать эти боевые навыки а чисто буш магии разные изучать туда возможно да и тонара не факт что тебе чьи обучение хватит так куда давайте во второй раз вот да потому что вы же видели там на некоторые крутые магии там какой-то школьный до 15 уровень то есть но это 15 обучение опять башки на колях все даже пушки по-моему разные да когда мы там вот у громов были там помбы и другие головы на колях а тут уже другие вся может быть мне кажется конечно брумхилл брумхилл учета только триорг что ли было задание выполнено в брумхилле все спокойно деревня уничтоженного нужно вернуться в комарины сообщить об этом а найдите адвина в деревне брумхилл и глаз луны хорошо непонятно если допустим орки вынесли этот брумхилл дату зачем они оставили здесь какие-то трех чуваков типа на входе типа как стражников да по сути какой смысл было это делать совсем понятно в адвине сбросила квеста прошелся да то есть он дохлый до выяснили что это было убить и николами орками то есть мне осталось только глаз луны найти у друга корс тела то есть нужно найти корс тела я так понимаю него будет этот глаз луны что ли а сюда не пройти до практически сквозь текстурку упал пиздец что творится что творится при то сейчас темно вот этой может кэш херово из этого быть в плане поиска этого глаза луны и да мне надо будет все выискивать темно нихера не видно а вот он да вот кристалл глаз луны мы его нашли отлично о кстати где-то слышу орков так домик пустой кстати все здесь не было даже видите просто сделать получается да как то мы и этого едвина быстро нашли из брухилла и и глаз луны а вон еще орки чуть-чуть еще осталось так погоните дала братишка так голем ты его добивая а я возьму за этих долбоебов так первый пошел это нуля отлично иначе у меня топорник валют братишка я сказал ты бери на себя этого топорника я возьму этих дальнобойных выгодков еще тебе доверить нельзя големушка ну блин ну чё ты такое какую-то ты блять какой-то не так что-то с тобой не так блять игра как будто знает то что это мой самый любимый соперник этот ебучий ученик и почти все с кем я дерусь они все вооружены луками в основном забейте да кстати уровня до сих пор не поднял вроде бы столько всего сделали да лау не поднялся с учетом этих орков с эти дроп какой-то вообще фиговый и кстати по моему вот эти вот гром и не молодые которые до которые просто кроме то они по моему круче чем дать и ледниковые орки я вообще долго что орк это будет самый типа крутой юнит да так сказать из всех с которой мы встречались так мы всех выскали а вот еще да и всех с кем мы встречались а по факту ведь получается что в принципе самый крутой по моему это именно гром взрослый до молодой гром эта херня у взрослую он помню сильнее ложка на самом деле будет как-то тяжелее они нам даются а эти орки в принципе достаточно таки слабенькие ребята так ну походу больше в этой деревне это делать и нечего опять никакой то что они кушают ходить орки даже не тут жарили кого-то да блять сука жалко нельзя как-то камеру приблизить поросята какой-то что велита собака блять блять в общем догадывайте сами что это не такое кушали да вроде поросенок и опять эти тифоновые звуки то сделали типа разорена до выжжена полностью типа под ноль и при этом как бы на фоне звуки этом собаки галку и там птицы поют по корову и там еще чуть такое то есть опять за прикол такой забавненько получается так опять кролик бегает даже кролики мне они интересны там медведь косолапый так окей короче говоря брумхилл мы нашли да как этот ледник пробраться где-то здесь народа какой-то проход искать но это потому что нам это потом по сюжету надо будет к этому леднику потому что можете парки обитают насколько я понимаю и наверное мы потом туда по сюжету пойдем поэтому в принципе не горит это наверно 2 час возвращаться к телепорту до возвращаться к телепорту а в этой стороне что-то интересное есть либо счету кладбище в найти бы просто да реально такой прикол получать сегодня найти бы еще одно кладбище и было бы нам счастье да потому что ростка порчи нам не хватает буквально одного для того чтобы того то еще задание пройти но вот что-то не складуха короче говоря это красный мухомор ладно да не видать ничего такого интересного тогда давать погнали к телепорту и будем сейчас поочередно потихоньку полегоньку сдавать разные квесты которые мы набирали куда забавно получается что мы только весна брумхи убрали еще чужо знает когда сдадим его вот только только вот сейчас тоже какая там серия чисто я даже не знаю уже какой десяток точно прошелся так берем сохран очку так удачно затерястного начал пойти и так это талманский узел а мне еще да давайте сначала даже вот сюда пойдем потому что мне братишка сказал то что типа веревку ты не найдешь надо еще раз поговорить с некромантом поэтому давайте сейчас начало к этому некроманту потом да вот сюда в комарин доложимся потом в тарбакин а ну и все так походу все наши квесты а и в горлин вроде бы можно же же отправиться наконец-то да 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 давайте сначала сюда я же телепорта не активировал хотя я просто карту включил так 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 да вот сюда короче делал у нас не в проворот но зато сейчас мы будем со семьями разговаривать да все эти квестики что называется смотреть и как раз я уверен еще один уровень на объем сможет себе там еще немножко обновить обмундирование наши ну и навык какой-нибудь изучить это тоже всегда приятно да зверушек наверное теперь буду валить только бобров и лисиц потому что у них эти перманентные типа как ингредиенты да а еще ж мне братишка подсказывал я совсем забыл такой чувак стоит она погодите бля это наверное из этого клана скельдин и она не завалили этого некромант этой подозреваю ну ладно да мне еще братишка подсказывал я совсем забыл короче типа как можно сделать можно взять и по обычное целебное зелье и смешать его с той хренью которая там что-то повышает допустим да допустим с бриллиантом примеру блин повышает им от огня от всякой хрени давайте еще рубим поставим да и получается зелье за сынте повышает физическую защиту на 3 от холода на 3 от огня на 9 от электричество на 3 действует постоянно понятно то есть можно таки вот макаром делать то есть смешивать просто целебные зелья видите с этими ингредиентами будьте без счастья ясненько давайте еще тогда сделаем хули блять хули нам надо было маленькие целебные зелья оставить отчет не подумал совершенно а так можно не целебные зачем я целебные и 2 даже целебные будем пользоваться теперь большими изделиями лечения вот физическую защиту на 10 повышая да так это листья печень а и вот соль физическую защиту повышает отлично вот так 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 вот так повышает физическую защиту на 13 эффект действует постоянно так отличненько все класс еще вы выпили себе зелье ну так конечно не очень прикольно получается на самом деле но и не так чтобы очень плохо так давайте перезнать среднее зелье маны будем пользоваться так а большое зелье исцеление по четверку поставим да и все да так значит что у нас там еще есть так вот серебро топаз янтарь это что же от огня да да и сера но мы сейчас защиту от огня походу нифиговую сделаем смотрите до от холода на 5 это где она на 22 прикиньте класс в общем алхимия тут так своеобразно работает то есть допустим кота смешиваешь типа разные такие ингредиенты там бриллиант с тем с тем то ты делаешь типа ушалку для мяча а когда ты просто берешь какой-то зелье лечение либо на и смешиваешь его с тем же камнем то тебе уже перманентное зелье получается вот манихил от огня повысили защиту классно так это на время это все на время уже так вот опять таки можно взять серебро так погодите опять-таки зелима лишь берем среднее да давайте серебра даже побольше положим сразу три положим а то что да усилит эффект я совсем забыл да так от электричества смотреть его в а еще от электричества у нас есть какая-то хрень который повышает защиту а у нас вообще вроде больше настолько вот это вода давайте еще серый положим три штуки тогда что ли у нас при собой же ничего такого не остается так понял да в основном а я от холода вот еще смотрите а вот это электричество магнезит смотрите вот раз а его чуть нельзя ставить странно почему ну ладно так окей повышает защиту от холода на смогу засадите от холода на 17 защита от огня 35 лет электричество 35 нифига себе офигеть давайте еще сделаем значит так средние зелиманы а это увеличивает ману так чё я хотел то а вот эти вот вот защита от электричества кварц вот-вот-вот эффект действует постоянно потом еще что у нас есть вот этот вот магнезит до который тоже защита от электричества постоянно увеличивает в класс у его тигр и гранат в так походу засчитывает электричество сейчас будет вообще к это безумное чуваки просто так подразумеваю а ну-ка да защита это электричество на 40 повышается прикиньте офигеть так вот повышать защиту от холода у нас что-то еще есть на защиту от холода кстати говоря ну походу нету да это тоже от электричества получается ну при сможете можно взять гранат который типа ой так опять таки же зелья маны да можно взять гранат который типа от электричества защита так потом взять так это на время на время вот магнезит он тоже от электричества ну и при все наверное да ну да больше принципе тут нечего использовать да хорошо все долби так окей называть опять такими никак не будем да еще засчитать электричество на 8 повышается все ништяк да кстати пятки спасибо братишки который подсказал как тут пользоваться алхимией потому что ну блин такая вот алхимия своеобразная прицель вроде бы это даже немножко логично да потому что ты смешиваешь типа как водянистую какую-то субстанцию зелья там с каким-то еще приколом получается зелья до когда ты смешиваешь просто там какие-то разные такие твердые субстанции тут я ушел к для оружия в принципе это даже немножко логично мы аж говорю своеобразное же тут вообще а тут все как бы по-своему да тут что еще круто в игрухе что и отличает от других то средствует нету такой знаете вот как шаблонности да вот как большинстве игр делают по какой-то копирки одной что называется да по шаблону так она типа и тут видите так как бы сделано то что-то по-разному да все своя уникальная система прокачки своя уникальная там то все 5 10 то есть да и это на самом деле достаточно тоже крутой момент хорошо неплохо прокачали еще защиту различна так ты что что за хмырь теперь не попадалось на глаза веревка кто ты я спрошу еще раз тебя попадалось на глаза веревка лянец я пойти не имею что ты имеешь ввиду кто ты я искал но не нашел дедного куска веревки бля и даже значит ответить это по что он из этого клана да и типа грохнула того некроманта потому что узнал что он хочет убить того их него предводителя давайте скажем правду то что я искал да и нашел значит предатель ты стороне команд рассказал нам все еще до начала пыток и скоро ты заплати за пляшешь в петле братишка ты меня один на один решил навалять мне бы придурок ты этот ряд лоханулся конечно меня быть толпой вывести никто не может а ты меня решил блять один на один загасить и крутые он я его я ему даже позволил себя поразили баню зацените да и он мне ни одного хп не снес это у меня уже защита добре вместе с этим щитом адамантиновым так 200 золотых но у него все хреновая короче говоря даже подбирать смысла нету до бомжара такой настоящий да спасибо кстати никитос это подсказал по этому поводу потому что я в сто процентов бы бегал бы по миру искал бы эту веревку оказывается опять таки прикольно да квеста видне как им пополнялся мы когда пришли на то опять таки на ту фигню до home висельников туда вышли было веревки я просто реально подумал ну блин надо делать других местах искать эти какие-то там места казни дата мыша фото какие-нибудь оказывается видите как получается да надо бойте по самому допереть еще раз поговорить с некромом там видите и квест как бы продолжился кстати желтый мухомор можно взять ведь он как бы против ядов помогает так что желтые мухоморы можно собирать вполне себе и броди карман ты конечно жалко да некроманта реально жалко такой был прикольный чувачок и опять-таки насколько да это побочный квест и как бы цепочка наш такая ну неожиданный поворот событий в итоге случился ты согласитесь я думал то что мы реально кого будем проходить у него квест и там дальше и дальше и дальше одну видите как все плачевно закончилось братишку пытали а потом ебанули но еще было бы прикольно чтобы сейчас пришли к нему в квартирку да и здесь типа были как бы эти следы пыток для труп труп этого некроманта да было бы мне кажется очень круто пока что мы этого не наблюдаем хотя мы еще и до конца как бы не исследовали так что еще посмотрим так хреновый этот от адская бомба смотрите урод какой вообще колоссальный вообще пиздец урон 27000 33000 еще и холодом дополнительный урон и надо восьмой уровень навык установки ловушек так посох берем у него вес 4 продумаю можем себе позволить да он дорогой табар шахин брексит неплохой такой да топорик придавать возьмем опять-таки его немного весит а стоит он по-любому нормально так мы собрать тут больше ничего а вот еще фигасе чего не пропустил кстати говоря так где наша дубинка это да так зелье сюда большое целебное изделие 5 золотых хреновый шлем и огольная стрела хорош ну блин я жил было бы еще здорово вот все классно в квест но было бы как по мне очень здорово если бы я живу ты приходишь типа к нему в квартиру но и там типа тело этого некроманта да и ты можешь лицезритом типа как его пытали или что-нибудь такое при этом что-то пропустил да а это крапчатый мухоморник капчатый не хочу собирать что ж вот так вот печальника закончилась судьба до нашего некроманта квест прошелся правильно он вообще кстати пропал потому что веревка палача это другой квест видите там другая была надпись а еще веревка почему-то нету квеста не знаю чем прикол ну да ну ладно поход кросс прошелся что всякий случай тут его уже больше нет да погнали телепорту нам теперь надо в каменгор деревню пожалуй ну и опять таки еще немножко глуповато то что они оставили только одного чувака да блин серьезно причем такого не самого крутого чувака мягко говоря такой достаточно слабенький был братишка чтобы типа дождаться того кто помогал некроманту ну единственное что меня немножко некромант разочаровал потому что он типа как нас сдал увидите его там пытались все такое я это конечно понимаю да но нахуй это нас дал да не по-пацански это что называется не по-некромански так у тебя же ничего интересного так и не появилась короче говоря да у тебя одна и та же хрень тот же окта грунт тот же волна холода та же стена огня смятения понятно усилилок усилилок никаких нету пиратская сабля кстати говоря акции тоже такая принципе неплохая но в целом говно так все продаем наконец-то весь наш хлам у нас столько хлама это просто давите лук стоит 1263 не зря вы его такие подобрали пример наш доспех вот этот вот который весил 20 с лишним 843 стоил да намного дешевле так проклятие змеи мы оставляем потому что реально вроде бы как неплохая такая это штучка дрючка так и значит сапожки мы продаем эти мы продаем тут у нас получается много сапог это те наши старые еще сапоги да а тут получается вот 213 защита ту 276 хотя не для одинакового уровня да так что-то где 200 раз мы продаем так посох этот продаем этот топорик продаем ну и вроде бы как да вроде бы все столько вроде бы хвала была по факту сейчас смотришь ты продавать ничего по сути да реально так получается ну да ладно да страна что мы до сих пор уже не подняли на вроде бы опыта немного нужно для поднятия уровня но в то же время что ты как там его никак не падаем это реально прям какая-то паранормальщина настоящее получается так деревня комарин где-то другой стороне ребятишки пошел да не туда меня куда-то понесло да вроде бы опыта немного надо мы уже столько всего сделали и квест как бы там даже один какой-то прошли да и это и свой орков повалили и тех повалили да и чё ты как-то короче не складуха какая-то прям получается такой отсюда ага да вот сюда так только вот тут кому кому нам все сдаваться конечно это вопрос хороший просто благодарите за помню за какую помощь меня благодарит просто про что несет чего плить таково этого торгаша китая у них вообще кит новые товары появляются у этих ребят или нет я вообще так пункту что у них как бы все эти товары что были типа тайны типа так и остаются да судя по всему призвать каменного голема кстати говоря ребята то по-любому покупаем да мы сможем улучшить еще нашу магию а еще адамантиновый щит по ходу появляются потому что сушите по моему я не находил эту мою вернее я бы я бы купил в эту магию правильно чисто логически так ну призвать паука я не буду эту всю хрень не буду отмычки у меня и так есть бомбы просто тут у него есть углина но она только одна штука и поэтому смысл ее придется покупать зачем мне нужна одна бомба правильно ну да да такие у них по ходу появляются новые товары это хорошо так 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 где там эта магия давите у меня теперь вот каменные голи у меня еще есть каменный голем так и смотрите значит уровень признавал монстра 12 расход маны 228 уровень такой же расход маны 252 время 250 в общем вроде бы как улучшили но правда как именно не знаю так это мальчиновый щит значит 472 все повышает а теперь 560 теперь всю защиту повышая да кстати вот это еще кстати очень полезная подсказка ваша то что да когда ты их дубли дублируешь эти карточки то заклинание сильнее становится адамантиновый щит сразу видно как это до изменилось маны больше жрет но и в защита повысилась конечно сильно а вот правда как на голема это повлияло непонятно потому что уровень тот же даже не знаю честно говоря что изменилось может дольше времени он будет работать так а у тебя тут что такое есть у него тоже есть одна огненная бомба ну а опять таки 1 был сабли 4 ветров опять таки берем еще и улучшили себе я шкрую с таким перспективы просто из-за того что сабли 4 ветров такая распространенная то я только с ней получается и буду бегать потому что зацените да мы уже так раскачали уже девятый класс как бы да урон такой крутой то есть поэтому я не знаю какую мы должны сейчас реально эти сабли чтобы она была по приколеющим то что у нас сейчас согласитесь у вас какой-то чувак я разведи тебя тебе удалось узнать что-нибудь из брумхеля плохие новости ты был прав насчет снежных орков о нет что случилось эти твари разорили деревню и убили всех в живых не осталось никого ужасное зрелище стой пожалуйста никаких подробностей возьми это золото и оставь меня в покое так вот ура и мы подняли 240 опыт и 750 золотых так осталось только глаз луны отдать и квест это будет последний не пройдена у нас так мы подняли уровень значит смотрите ой что нам еще в каждой ловкость ловкость тоже хорошая штука она и атаку повышается и защиту да так что нормально так очко умели у нас появилось что дальше будем так ручили устойчивость да все теперь 20 процентов у нас устойчивость да пока так и будем короче я прокачивать устойчивость а там посмотрим так теперь уровень я поднял мы можем теперь одеть этот щит вернее шлем до который ну от всего у него защита лучше поэтому тут как бы да без вопросов вообще остальное уже у нас 26 уровень и тут а и даже 27 я понял так что еще не скоро мы многие навыки сможем качать о кстати от шлем походу из этого комплекта это подразумеваю до 545 до 545 шлем мудрости это из латного хауберка совершенства то есть это из одного комплекта как бы штука так давать сразу торговца туда впарим наш прошлый шлем да хорошо так зацевимся пожалуй ну блин круто круто так а кому еще там у тебя повода да точно привет наемник ты принес кристалл плохие новости брумхил разорили тварь и живущий на леднике твой друг погиб о боги неужели в этой стране нет безопасного уголка я рискую показаться бессердечным но возможно тебе с уже удалось добыть кристаллу да вот он надеюсь что ты щедро наградишь меня мне пришлось потрудиться чтобы найти его возьми это золото кроме того я замолю за тебя словечко в гильдии торговцев ты не пожалеешь об этом прощай прощай так еще мы репутацию в гильдии торговцев повысили прошли квест 2000 золотых с эти квест вообще по бабу получается очень классный да потому что смотрите он же стал выбирать дал денег на покупку этого глаза луны я мы его так нашли за бесплатно да так еще и 2000 золотых потом в качестве награждения нам дал это же вообще капец в плане бабушка квест потрясный так теперь нам нужно получается в тарбакин да вроде бы тут у нас ну да да порчу мы пока не пронесем то есть нам теперь надо идти в тарбакин хорошо это и там мы отдадим чешуя дракона и кстати врядом как раз эти колдуны колдуны и пердуны да и возможно у них там еще какие-то усилители для наших заклинаний сможем купить или какие-то карточки этих заклинаний новые то есть так что ништячок ништячок так тарбакин но у нас такой сегодня получается выпуск то что мы сдаем все квесты которые когда либо набирали да по сути но тоже хорошее дело да тем более видит вообще так получается так прокачка так сделано что тебе что тебе куда проще прокачиваться именно проходя квесты видите то есть за квестом много больше опыта дается сколько вы мучили сколько убивали разных тварей а уровень так и не поднимался потом просто так вот хопа короче до квест сдали и сразу лаву подняли так вот у него есть огольные бомбы дать покупать реально надо бой тогда купить четыре сутки в теканул конечно в том моменте обычные бомбы покупать не будем да это вручная сто процентов так щиты у него без бонусов различных хорошо вернее ничего хорошего да больше ледяную бомбу разве что можно еще взять это недорого стоит да так ты и ты не торговец хорошо все дождь пока нами прокачаем этот навык установки во уши правильно так вот еще какой-то хрен у него нету огненные бомбы но есть ледяные а вот есть огонь на этим папа вылазила по вылазила тоже кальторгаж да ух ты гордость капитана блин кстати 273 4 свежу тут как бы есть куча классного оружия движуты как бы его теперь не купишь потому что еду она как бы редко встречается но единичная ты его не раскачаешь да наша сабля вроде бы хуже но за то что мы и раскачали она лучше получается сабли зуб сабля уловок ну да в общем принципе ничего такого вроде бы нету у вас тобой можно уже говорить наконец-то не за все также говорит то что ты еще не готов здесь счет за чувак да ты еще не готов ты еще не готов к чему я не готов про что несет для тебя так кстати говоря ребятишки можно столько себе этих огольных бомб накупили давайте поставим себе наконец-то они так стоят на трешке хорошо у изогнутая сабля но это к сожалению а я лучшим а нет нифига не лучшим ловушка снова там каким-то эти колдуны и пердуны полу дальше должны быть опять изнутра за что изогнутая сабля ведь она так более-менее даже встречается получается но в принципе тоже не так чтобы ахти там какая-то вещь такая была сабля разрушитель дробящихся те вроде бы и херня да так все бомбы хорош покупать реально уже надоел их скуповать у прокатила прокате змеи это такая же да но вот смотрите можем взять прокачать и теперь бабла у нас рода херище да так и теперь триста пятьдесят пять пятьсот шестьдесят шесть блин ты кстати зацените да проклятие змеи только второго класса наша сабля четырех метров уже девятого а урон у нее в принципе уже почти такой же ну да то есть еще на один вкачать и прессе можно будет спокойно ее заменять брать уже хоть другое себе тогда оружие так змея ошелся то есть если что ищем проклятье змеи себе ребята дал вроде бы как неплохая штука может еще повезет о ком торговца найти так с тобой помню торговал я торговал а торговал с тобой не торговал так о прокате стат и все пиздец вот еще прокате змеи а это изогнутая сабля меня уже обраду вас подумал еще одна проклятие змеи ну да ты с 1 3 720 а у моей до 368 563 то есть реально в этой сабле намного лучше урон даже сейчас уже так что можно спокойно менять так тут луки у блять блять осадный щит земля смотрите какой хуй на щит защита 345 бонус к защите от огня 649 вы вкиньтесь на продадо надо 27 уровень ну и бонус к верховой езде вот может мы найдем к ищет получше на так что давайте пока что не будем убрать так все тогда давать поменять наш нашу саблю потому что реально прокате змеи уже намного лучше по длине она где-то такая же получается это сабля да по радиусу действия ну да да намного лучше теперь он за кто какие-то бонусы на нее поставить за смотрите это у меня получается урон молнии урон молнии а это мента удать ментальный короче поставим жалко нельзя все-таки маленькие да допустим хернюшки дал дать и с ментальным уроном сразу все туда закинуть бинтур папа 1 туда добавлять конечно немножко геморр на получается моей сабли урон огнем был 318 у моей это теперь прокате змею ментальные 624 дал разы лучше класс 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 просто просто класс так давайте сразу продадим теперь эту нашу четырех ветров сабельку 506 золотых она стоит она помню даже длини и кстати говоря это сабли да так кому нам надо отдать ту хрень а вот не помню тебе да ты снова здесь так скоро надеюсь у тебя хорошие новости ты нашел чешую да я нашел чешую отличная новость прошу тебя отдай ее мне и награда твоя а вот все у меня забрал по 2000 золотых 250 еще опыта и репутации обществе возросла уже тоже такой квест принципе не сказать что какой-то был напряженный мы мы за него получили 2000 золотых неплохо вообще кота с деньгами убринут его так хардкор как бы присутствует вот в плане денег реально вообще хардкора нету мы так вроде бы транжирим да и в оружие покупаем это и все и навыки изучаем при этом он даже даже сейчас у меня 38000 золотых наверное за то что мы все квест проходим так а вот какой торговец кстати он колдун как раз вот волшебный молот можно взять спокойно да у исцеления класс вот это класс эту хуйню берем так это ударная волна но это школа воздуха школа огня о школа земли благословения земли временно повышать защиту от пронзающих дробящих и рубящих заклинаний у меня адамантиновый щит для этого есть поэтому я не вижу код смысла у еще призвать каменного голема еще можем улучшить кстати говоря неплохо но придусь усилители короче за заклинание к сожалению у них не было вернее у него но ничего так вот каменный голем значит уровень 12 время 250 уровень 12 время три минуты ну короче просто времени дольше видите да теперь он три минуты действует в принципе каменный голем не особо там как-то улучшает если так смотреть вот исцеление наконец-то у нас значит сейчас 300 хитов мана 51 так 600 хитов мана 57 то есть мана принципе намного больше хава это хп в два раза больше теперь лечит да так что жирно жирно так а ты типа просто обучаешь а торговцев тут больше именно чем-то магическим нету получается это чувак который сбивает наши навыки хорошо ну что жирно слушайте выпуск такой получился в принципе так то ничего по сути не делали да но реально много круче стали да у нас фух одноручная сначала спугался что он выручная счет у меня бомбанула да мы во первых теперь у нас вооружение в разы лучше чем было да реально в разы лучше ведь вооружения ну блять стальной кулак смотрите щит ну это просто бонус к нокауту блин хороший бонус понимаете тут как как бы защита то получше конечно да еще и бонус к защите от электричества даже у того просто бонус к нокауту я из-за этого вот еще и уношу их жизненной силе там просто много бонусов а тут только чисто бонус защите от электричества как бы не очень и сабли мои что-то больше нигде нету как назвал вот и посмотри у они-то изогнутая сабля нам нужно проклятье змеи да нам бы еще найти бы парочку таких будет проклятье змеи да и в принципе дело в шляпе было бы давайте чего-то выпуске посмотрим что за торговцем может кого-то счет такое интересно еще будет вообще что-то пока что не похоже на то ну да ладно короче давайте на этом народная на этом наши был заканчивайте же но зато мы сегодня натуре мы сегодня нехило конечно прокачались с этим тоже не поспоришь реально по сравнению с тем что было и тем каким мы сейчас стали я жгу и меч круче все круче вообще закачаешься магию нашу прокачали бомб по накупляли до денег вообще до хереща так такого чем на следующем выпуске заниматься я если честно даже не знаю а в горлин да пойдем в горлин наверно следующем выпуске тогда у нас по идее часто должен купил пустят то что помните мы что тот квест прошли у нас репутация у гиризы поднялась его по невероятно что нас теперь в горлин уже пустят хотя конечно не точно ну а если не пусть это наружу пойдем по основной ветке пойдем уже в тот талманский узел наконец-то то тоже до данным давно еще взяли толманский узел никак не проверим это не очень хорошо тоже получается ладно ребятишки короче давайте на этом ошибу заканчивать я вам как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч